Представители знака Зодиака Телец, Тельцы мои дорогие, здравствуйте! Второй прогноз – гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля. Удивительная неделя – это как раз 19 числа, и выпадает на понедельник, на самое начало. Планета Херон в знаке Овен выравнивается с луным узлом, задавая нам тон и где-то заставляя пересмотреть какую-то прежнюю историю, и на что-то решится или с чем-то определится. Вот давайте мы с вами узнаем, для кого интересно эту историю про Херона. Меня смотрят разные люди, кто-то не подписан на мой канал, кто-то зашел случайно. Вот если есть интерес узнать побольше планетарные события, которые соответствуют этому периоду, как и февралю, так и чуть-чуть дальше, на март, есть у меня на канале видео, можете перейти либо в плейлисты, либо на главную страницу и посмотреть видео, как и на февраль, так и есть видео март. Но это тот период, который прописан по апрель 2027 года. Итак, будем, конечно, реалистами, мои дорогие тельцы, вы все реалисты, потому что, увы, карты Таро нам не расскажут о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какую-то подсказку, мои дорогие, вы все равно получите. И два главных вопроса, неожиданности, что важно знать, чего будет касаться этой недели или какие задачи поставят. У нас сегодня колода Таро Истока. Это та колода, на которой дополнительный старший аркан, который между нулевым и последним, который мир называется. И вот этот самый исток, это точно как хаос перед началом творения. Но давайте узнаем, что же для вас, что важно, мои дорогие тельцы, на неделю вам знать. Или какие приоритеты, может быть, придется избирать, неожиданности или чего не избежать. Чему сейчас не время, по мнению карт. Или что вам может помешать. А что вам будет помогать. Что будет радовать. Что скрыть-то давайте узнаем. И по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес, денежная энергетика, мои дорогие тельцы. И что же для вас в личной жизни. Что важно знать. Тысячи неопределенностей. Луна, мои дорогие, правда. И в этой колоде карту значения немножко иные, нежели в остальных. И нам предлагают, если ты уверен в своих силах, или тебе хочется драйва, или ты хочешь испытать судьбу, вот ты можешь нырнуть вот в эту пучину, вот. И кто знает, может быть, тебе и повезет добраться до этой луны. Во всех остальных случаях нам говорят, развернись на 180 градусов и беги. Вот такая удивительная трактовка, и я бы сказала, нет места риску. Все-таки так. Хотя вы можете столкнуться на этой неделе, да с чем угодно. Знаете, вообще, если такая серьезная карта выпадает на эту неделю, мои дорогие, не планируйте чего-то важного. У вас как будто судьба может перепланировать. Может быть, придется отправиться в какую-то инстанцию, к примеру. И вы там где-то застрянете по времени. Или просчитать это. Ну и так бывает, к чиновникам пойдешь, никогда не знаешь, когда вернешься. Или еще какие-то могут быть вот такие недоразумения, задержки по времени, как луна. И тогда нам, может быть, придется где-то учитывать вот то время, когда мы не можем что-то бросить на полдороги, и можем пожалеть, что распланировали уже свою жизнь. Вот само по себе ожидание тоже проходит по этой карте, если мы так в целом говорим. И вот, видимо, это неделя, когда... Рано делать выводы, мои дорогие. Вот 19-го числа, Херон, да? Может быть, вы и хотите с чем-то определиться. Ведь это символика из раненого целителя. Или внутри нас какой-то, как буквально называют... Это не «я так называю», а это прописано «священной раны». Или та какая-то история, которая, может быть, из раза в раз в вашей жизни повторяется, и вам в чем-то хочется поставить даже точку, с чем-то определиться. Или внести вот как раз ясность в свою жизнь. Но сказать, что важно знать, что вы определитесь, мои дорогие тельцы, именно на этой неделе, с 19 по 25 февраля, я не могу. Правда, есть какие-то тысячи неопределенностей, и ведь это старший аркан. Обстоятельства в вашей жизни как будто складываются так, что, может быть, вы должны закрыть какой-то вопрос. Но это от вас не зависит. Или от вашего желания, от вашей настойчивости, мои дорогие. А здесь именно влияют какие-то обстоятельства. Давайте что не избежать? Вот интересно. Ну, помните, мои дорогие тельцы, вот неспешность, вы же люди основательные. Поэтому не торопите события. По Луне ведь тут все случится в свое время. И нам, кстати, говорят, пусть не в этой колоде выглянет. Солнце все встанет по своим местам. И в неожиданностях у вас праздник после победы. Поэтому вы решите любой вопрос. Может быть, мои дорогие, вот как по этой карте Луна, пусть не в этой колоде, но так, чтобы было достаточно понятно. Эта колода – 78 дверей. И там тоже у нас Луна показана. И наиболее наглядно, наверное, в этой карте попробую я сейчас, пока с вами говорю, достать как раз ее. Почему? Потому что прорисовка, вот она как раз и близко у нас расположена. Вот посмотрите, чего тут касается. Как будто девушка у нас беременная прогуливается по берегу. Она ожидает. И нам говорят, все разрешится этот вопрос или вопросы в свое время. Все выглянет солнце, правда, и наступит по какому-то делу вашему ясность. И у нас изображена дверь. А дверь – ключевой вопрос. Вообще или все же сама колода говорит про двери. Открыты они или закрыты. Или как нам подобрать ключ. Так вот, дверь находится под наклоном. И мы знаем, если кому-то доводилось пытаться открыть дверь, которая неровно стоит, вы наверняка знаете, что сделать это достаточно сложно. И почему под наклоном? А потому что здесь как прообраз Пизанской башни. Как будто нам нужно обязательно туда внутрь попасть. Будто у вас, может быть, есть какое-то решение вопроса, которое, ну, где-то на грани вашей стабильности или надежности. Или, решив какой-то вопрос, вы действительно закрываете какую-то тему, и она больше к вам не возвращается. Или у кого-то это, может быть, и с переездами, может быть, связано. Или с решениями в высоких инстанциях, вот с чиновниками. Тут не запрограммируешь что-то. Так вот, это прообраз Пизанской башни, которая вроде бы падает, но стоит уже столетие, еще столько же простоит. И поэтому башня – это как цитадель, это крепость, это надежность, вот как раз символика. Но нет ключа. Страж дверей – хамелеон. И нам нужно договариваться с хамелеонами. И поэтому, вот если вы, мои дорогие тельцы, с учетом вот этого Аркана Луна, хоть трактовка другая, но чтобы было более ближе и понятней, где-то изберете вот эту тактику, быть самим, как с мимикрией, но что делать, если другого нам жизнь не оставляет? То вы обойдете все острые углы и решите, может быть, даже тот вопрос, который вообще в принципе решить, закрыть сложно. Вам удастся какой-то удивительный, ну, как сальто-мортали, может быть, сделать своеобразный, и получить вот эту самую мало что победу, так еще и праздник. Все-таки в неожиданностях закрыть какой-то вопрос. Но для этого нужно быть великим манипулятором. Назовите это серым кардиналом, назовите это хамелеоном, как будто у вас по-другому не получится именно потому, что люди будут где-то в этих же энергиях. Может быть, вы столкнетесь на этой неделе с ситуациями, когда вам не говорят всей правды, до вас не доносят все информации, а пытаются вас так вот, знаете, ну, как будто взять на неожиданность. Вот такой момент точно может быть. Но у вас достойный выход из любых сложностей. Чему сейчас не время? Мечтанием. Каким-то иллюзиям. Ну, правда. Здесь, может быть, и хочется расслабиться. Карта говорит, нет. Семерка чаш. Вот только какая-то конкретика. Тут, наоборот, нужно, ну, как, знаете, прислушаться с одной стороны к своей интуиции. Это где-то нам помогает. А что такое интуиция? Это тандем, прекрасный тандем интеллекта и прежнего опыта. Поэтому вот если вы в союзе с интеллектом и прошлым опытом, вы решите любой вопрос. И ваша где-то лояльность к миру, вы люди дружелюбные, поможет на время одеть вот эту маску этого хамелеона и уладить все вопросы. Вот буквально так. Вот что-то подобное. Я надеюсь, это не у всех проиграется. Мои дорогие, иногда по Аркану Луна, пусть не в этой колоде, со знаком плюс проигрывается личная жизнь. И кто знает, может быть, у кого-то личный вопрос как раз решится. Потому что есть и праздник, есть и победа, есть уже что-то конкретное после какого-то периода размытостей и неопределенностей. Вполне возможно и так. Давайте, что вам будет помогать. Вы сами посмотрите. Вот все то, что я сейчас говорила, королева монет, это ваша карта, это карта уверенного человека. И посмотрите, образ вполне конкретный прорисован. Больше где-то, знаете, вот ваша эта реалистичность и умение видеть или уделять внимание мелочам, деталям, сослужит вам хорошую службу. Ваше дружелюбие расположит к себе людей и позволит решить какой-то сложный вопрос. Получение денег, мои дорогие, на этой неделе может быть для многих из вас. И это тоже где-то как вдохновение для тельца может означать. Ваша вообще в целом очень прочная позиция, мои дорогие. Поэтому переживать не о чем, но всегда можем замечтаться, понимаете. И тогда, видимо, нас эти мечты или какие-то иллюзии уведут в другую сторону. Как будто, знаете, не думать, что вопрос какой-то ваш, он решится вот вообще без вашего участия. Нет, участвовать в чем-то придется. Что скрыто? Колесо фортуны. У кого-то все-таки на этой неделе могут быть такие события, когда действительно вы какой-то гештель для себя закроете, и для вас жизнь пойдет совершенно в другом ключе, в другом ракурсе. Это как свою судьбу. Я пишу сам с чистого листа. Колесо фортуны. И в этой колоде это новые возможности. Это где-то турбулентность, не без этого. Значит, на этой неделе драйв вам как будто обеспечен. Скучать вам будет некогда, но и где-то держи руку на пульсе. Быстро подстраивайся, нам говорят, чтобы чего-то не упустить. Вы здесь посмотрите карту Луна и колесо фортуны. Вы во власти где-то высших сил или обстоятельств можете находиться и от вашей где-то приспособляемости. Может быть, некрасивое слово. Давайте употребим и другое. Адаптивности, мои дорогие тельцы, будет зависеть ваше качество жизни, понимаете? И это будет очень важно. Но у вас все получится. Дела, работа, бизнес. Давайте посмотрим. Девятка монет. Точно деньги кто-то получит. Дважды, трижды у вас сильная позиция с какими-то перспективами, с праздником после Победы, удачное решение каких-то вопросов, будь то бумажных, будь то соглашений, каких-то контрактов, подписаний документов. Ну, вообще любой вопрос вашего бизнеса, вашей работы, вот что-то здесь как будто разворачивается. Но надо сказать, что и вы сами какую-то историю здесь либо меняете, либо вы уже точно будете знать, мои дорогие тельцы, вот как по этой Луне. Буду я нырять в этот омут или я уже точно знаю, что моя дорога в другом направлении. С направлением вы определитесь. Финансы, хотя нам сказали дважды, финансы есть, влюбленные. Ну, кто знает, может быть, надо решать какой-то финансовый вам вопрос, и тогда вы можете заключить почетный компромисс, например, по данному вопросу, финансовому или имущественному, или любому другому, который все равно где-то сводится к деньгам, или у вас могут быть единомышленники, помощники, все-таки, опять же, старшие, арканы влюбленные. У кого-то история может проиграться, знаете, когда помогает человек, который вас, и вы его хорошо знаете, ваш близкий человек, проходят родственники, может быть, это и супруг, или ваш какой-то друг, или подруга, есть какое-то взаимодействие, но есть определенный, вот опять же, выбор, вообще, очень благополучно разворачиваются карты, посмотрите, и несмотря на то, что начался наш прогноз достаточно серьезно, но ваша история жизни словно действительно может измениться на этой неделе. Влюбленные тут и в личной жизни, как будто порядок, мои дорогие, ну давайте посмотрим, в личной жизни, знаете, может быть, кто-то будет сомневаться, принимать мне чью-либо помощь, или, мои дорогие, наверху у нас семерка чаш, кто-то будет думать, что мне придет на помощь человек, так вот, кому-то человек поможет, а кому-то нет, надеемся на себя, но у вас и у самих сильная позиция, если мы говорим пятерка мечей, вот как будто танец на мечах на этой неделе может предстоять, у кого-то это будет для того, чтобы уйти от конфликта, у кого-то, может быть, по работе, сгладить острую ситуацию, у кого-то, мои дорогие, правда, с проверяющими, может быть, и так, все-таки по пятерке мечей такое, с учетом луны и колеса фортуны, все, что хотите, может быть, ну, тогда, значит, ловко вы вот этот вот посадобль сумеете сплясать, или, если нужно, это ведь мы сохраняем свои позиции по пятерке мечей, это карта воина в душе, тут, если, как будто, будет необходимо, какой-то вопрос или какую-то тему проговорить, значит, вы это сумеете сделать корректно, вверху королева монент, чтобы себе не навредить, у кого-то, понимаете, ведь по пятерке мечей нам всегда говорят не увеличить какой-то конфликт, не увеличить завистников, не увеличить, ну, каких-то злопыхателей, которые нам могут в последующем подставить подножку, которые как будто затаились и ждут, у нас не получилось, а я тебя как будто подтолкну, вот это тоже нужно где-то учитывать, чтобы не создать для себя на последующий период каких-то сложностей, вот быть внимательным, как и в каждый момент, наверное, каждого дня этой недели, так еще и немножко на будущее думать, как отзовется та или иная история или человек, как будто выбор все равно тельцам придется делать, но так или иначе позиция сильная. Если вы с кем-то были в сложных отношениях именно в личной жизни, все будет зависеть от вас, мои дорогие тельцы. У кого-то это может означать как раз примирение и возможность проговорить глубокие какие-то темы, раскрыть и понять друг друга, а если не понять, так просто, может быть, принять какую-то свершившуюся данность, да, вот это случилось, произошло в данный момент времени, это вот так, и мы это не можем изменить, но мы идем вперед и больше где-то на созидание, поэтому тут я вижу примирение, и если может быть и в семейных парах тоже какие-то вопросы вдруг возникнут, все-таки луна может вот этого тумана какого-то напустить, вы тоже постепенно со всем разберетесь, правда, мои дорогие, у вас здесь настолько реалистичный взгляд на этой неделе, что даже если кто-то и хотел бы вас с этих настроек сбить не может, для тех, кто один или одна, я не могу сказать, что ну, это будет какая-то новая любовь на этой неделе, но и отрицать, мои дорогие, я тоже не могу, у вас посмотрите, три старших аркана, луна, который может где-то говорить, как про эмоции, про чувства, про нежность, про ласку, это все в хорошем смысле проигрывается, пусть не в этой колоде, но в целом значение колесо фортуны и влюбленные, у кого-то может быть это либо встреча, либо, кто знает, и знакомство при вашей сильной позиции. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.